Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с вами снова я, Лидия Васильевна Хадикова, заслуженная артистка России, экс-хормейстер академического хора русской песни Всесоюзного радио Центрального телевидения «Славянский напевый». И сегодня я хочу поговорить об элементах движения в хоре русской песни. Ну, надо сказать, что в репертуаре хора русской песни или ансамбле русской песни есть различные произведения различных жанров, в том числе лесовые и хороводные. И чтобы раскрыть характер этого произведения, конечно, мы используем и темп, и динамику, и тексты, и произношения, различные музыкальные штрихи. Но если мы говорим о танцевальности, о плясовых или хороводных песнях, то было бы очень неплохо добавить еще и элементы движения. Я говорю только об элементах движения, потому что для меня не важны, как для танцевального, например, коллектива, какие-то четкие выражения и танцевальные движения. Для меня важны только лишь элементы, позволяющие раскрыть характер. Но для меня очень главным является то, чтобы эти элементы движения не сбивали дыхание, потому что в хоровом коллективе все-таки главным остается пение. Поэтому я и говорю только лишь об элементах движения. Давайте я вот сейчас вам на схеме покажу, как же может двигаться хор. Итак, как же может двигаться хор? Ну, конечно же, вот хоровое построение. Хор может двигаться по кругу. Он может двигаться по большому кругу или, скажем, по малым кругам. Вот так. Или еще меньше могут быть кружочки. Дальше круг хор может двигаться фронтально. Вот опять хоровое построение. Ну, скажем, поделив пополам хор, вот эта часть идет вперед, а потом возвращается в исходное положение. Или мы можем опять хоровое построение, поделить хор пополам. Вот эта часть двигается в эту сторону, движется, а эта часть движется вот в эту сторону. Хор может двигаться также, допустим, змейкой. Вот так. Или в обратном построении. Вот это ориентировочные схемы, которые мы используем при движении хорового коллектива. Теперь посмотрим, что мы можем сделать с руками. Значит, когда мы движемся по кругу, скажем, по хоровому кругу, наши руки могут быть внизу просто свободны, а могут держаться вот так вот за руки и быть внизу. Затем руки могут быть у нас вот здесь вверху. Такое тоже допускается. Если мы идем не держась за руки, мы можем идти так, что женщины идут передним планом, мужчины, если таковые есть хори, идут задним планом и таким вот образом раскрытыми руками. Теперь посмотрим, что мы можем делать с ногами. Значит, ножки могут двигаться. У нас обычно, если блясовая или хороводная, то размер идет на 4. Счет 4 должен быть. И мы просто можем идти шагами. Раз, два, три, четыре. Это обычный шаг. Он тоже годится для танцевальных или блясовых номеров. А может быть, еще и переменный шаг. Почему называется переменный? Потому что здесь сбивается ритм. То мы начинаем с правой ноги, а то начинаем с левой. И у нас идет также счет 4, но один из счетов. Мы пропускаем. Еще раз объясняю. Раз, два, три, четыре. Дальше я меняю ногу. Раз, два, три. Четвертый молчит. Это идет переменный шаг. Теперь, пожалуйста, посмотрите, как эти шаги могут быть использованы под музыку. Спасибо. Это был простой шаг. Теперь как? Получается движение с переменным шагом. Пожалуйста. Как видите, вот эти два простых-простых шага, но очень помогают нам раскрыть характер. Если первый был простой шаг, более подходит для плясовых песен, то вот этот переменный более подходит для хороводных песен, потому что это позволяет нам двигаться плавно. Все эти элементы движения используются в хоре русской песни Красковского культурного центра. И вы можете посмотреть их в наших концертных номерах.